Мы, говорит, мы держим страну и не видим, в чьи руки ее передать. Пригожин рванулся, и он мог элементарно взять Москву. И вот я, насколько мне известно, поехали туда к нему и сказали, что мы сторонник, мы вам симпатизируем, но ты возьмешь Москву, а дальше что ты будешь делать? И до него дошло, что у него нет программы. На очереди белые полковники, но они должны знать, что делать. Мы, живущие ныне, оказались в великолепную эпоху. Есть китайское выражение, не дай бог вам жить в эпоху перемен. Это если ты не знаешь суть перемен, и у тебя нет представления, что делать. А если есть понимание, то я, и вот я хочу вас поздравить, дай бог нам жить в эпоху перемен, если ты знаешь суть перемен и имеешь алгоритм действий. И вот незнание этого привело к тому, что Горбачев, рванувшись двигаться вперед, оказалось, а где вперед и где зад, совершенно непонятно, и в результате закончилось тем, чем закончилось. А почему? А потому что не было понимания, наука отстала. Вот в чем прелесть нынешнего момента? Наука отстала и не могла дать ответа, куда же дальше двигаться. И еще напомню из прошлого песню Цоя «Перемен мы ждем перемен». Перемен ждут наши сердца. И мы думали, что автоматически приходит новая формация, как было раньше. При рабстве никто не планировал феодализм, сам пришел. При феодализме никто не планировал коммунизм. При коммунизме внезапно социалистическая революция, хотя были какие-то такие разработки со стороны большевиков. И вот там все совершалось автоматически. А сейчас подошла новая пора, смена цивилизационных моделей. Раньше бытие определяло сознание. И не надо было планировать, жизнь сама выдвигала новую теорию. А в 1985 году оказалось, что бытие не подсказывает, куда двигаться. И вот здесь нужно включать было сознание, а в нашей теории нет этого понимания. И вот тогда суть новой эпохи уже не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. И рождается новая общественно-экономическая формация. Потому что в прежних формациях доминировал исторический материализм. А теперь добавляется исторический идеализм в плане влияния духа. И вот кодирус показал, что за два года дух метущийся претущийся и помешательство социальный психоз разломали к чертовой матери экономику всех стран. Вот сознание определяет бытие. И вот тогда, завершая теоретическое вступление, эра исторического материализма выработала свой ресурс. Это была великая эра, и мы совершили в рамках эстмата, построили коммунизм в Советском Союзе. И по большому счету главные принципы были достигнуты. А к 80-м годам оказалось, что этого мало. Теперь и сознание определяет бытие. А значит, идеальное тоже надстройка переходит в базис. И вот теперь суть новой формации. И бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие. Исторический дуализм во взаимодействии исторического материализма и исторического, ну вот как бы учения о духе в светском ключе. И теперь тогда, если рождается новая формация, а можно использовать науку по классификациям, когда вдруг обнаружишь, действительно, это новый тип социального, условно говоря, животного. Это не конвергенция предыдущих. Это не третий путь. Это следующий этап цивилизационного развития. Об этом первый высказал в «Туманности Андромеды» Иван Антонович Ефремов. Он сказал, что у человечества на коммунизме не заканчивается история. У истории нет конца. Она бесконечна. И вот наступает следующая эпоха, и мы должны понять, что рождается новая формация. В чем ее суть? И ответом на этот вопрос занимался наш коллектив, Ассоциация независимых ученых с 1997 года. И вот основные принципы, я сейчас прям по блокам, чтобы было ясно. Итак, берем капитализм, коммунизм и новый строй. Суть этого строя особенно следующая. Если при капитализме, миссия капитализма, показать, что свободный от рождения человек, лишенный всяких нравственных оков, может сотворить чудеса. И Маркс показал, что капитализм за 150 лет сделал больше, чем все человечество за предшествующие тысячелетия. К началу 20 века миссия капитализма закончилась, и рождается коммунизм. Миссия коммунизма в чем? Показать, как сплоченные массы, единый народ, подчиненный единой воле, может тоже сотворить чудеса, и даже больше, чем предшествующая свобода отдельного человека. А на этом этапе оказалось, что требуется следующая идея, следующая миссия. Объединить права личности и права общества, права социума и гумануса. И название нового строя тоже двуединое – социогуманизм. И вот теперь в чем отличается капитализм, коммунизм и социогуманизм. Первое. В рамках предшествующих формаций хозяином страны был отдельный класс. Все предшествующие эпохи – отдельный класс. Рабовладельцы, феодалы, буржуазия, партноменклатура. Сейчас новая формация, где хозяином становится весь народ. А кто такой народ? Все и каждый. Бомж – народ – народ. Абрамович – народ – народ. Но на одну 146 миллион. Но здесь один человек, один голос. Итак, новое свойство. Новое. Предшествующие века было? Не было. В советские годы была, если помните официально, диктатура пролетариата. А здесь диктатура всего народа. Что такое всего народа? Следующее. Понимание демократии. Демократия – это власть большинства при уважении мнения меньшинства. В зависимости от того, кто считается гражданами, соответственно, и большинство. В Риме в рабовладельческом была демократия? Была. Рабовладельческая. Если у тебя есть пару рабов, ты можешь попасть в Сенат. Феодальная бурократия. Демократия. Власть состоятельных людей. И новгородская вещь, и там не весь народ приходил, а состоятельные люди. Там площадь маленькая, чтобы весь народ включить. Следующее. Буржуазная демократия. Да. Если у тебя есть деньги, тебя могут выбрать президентом. Но для этого нужно миллиард долларов. Вот если найдешь миллиард долларов, тебя выберут президентом. В советские годы была демократия, партноменклатуры. Большинство, принадлежащее высокому партийному уровню, выбирали политбюро ЦК, политбюро и генерального секретаря. А теперь, а теперь демократия всего народа. Власть большинства при уважении мнения меньшинства. Значит, здесь должен решать тот коллектив, за который, можно договориться, либо простое большинство, либо конституционное большинство. Дальше. Если хозяином становится народ, то должен механизм формирования народной воли. Все же не пойдут во власть. Не будет же, это же не будет анархия. Значит, нужна какая-то система формирования власти. И, слава богу, опыт такой был в 20-е годы, где система советов позволяла самому, вот еще раз подчеркиваю, кто хозяин? Народ. Всем управляет народ. Но он понимает, если народ нормальный, а народ у нас нормальный, что не каждый же, ни алкоголик, ни пьяница, ни бомж должен быть наверху, а наиболее достойный, честный и умный. А как найти наиболее достойных? Кто судья? Вот иногда говорят, во власть должны идти ученые и честные люди. А я задаю вопрос, кто выбирает этих честных людей? Значит, нужен механизм. А лучшего механизма, чем заинтересованность каждого, чтобы наверху была хорошая власть, не найдешь. Поэтому формируются советы, допустим, по пять тысяч, один совет, а туда выдвигают от 200 человек. Можно спорить на 200, от 300, от 300, но это наиболее, тех, кого ты знаешь, наиболее достойные. Они формируют следующую область, уровень областной тот, допустим, региональный, и этот делегирует высший народный совет 500 человек. Это законодательная пирамида, где нижестоящий уровень контролирует того, кого он послал наверх, а может в любую минуту отозвать. И эта пирамида формирует сверху вниз уже исполнительную власть из профессионалов. И вот тогда получается, это механизм истинной народовластия. Народ выбирает себе правителей, но их же и правители может элементарно отозвать. То есть получается, что вверх будто бы главный, но на самом деле самый главный низ, от которого посылается наверх туда и появляется социальный лифт у молодежи. Каждый может оказаться наверху, если ты достоин для того, чтобы тебя выбрали. И вот такой системы, опять подчеркиваю, нигде никогда не было. Следующее, в виде апробаций, что эта власть действительно сильная, 20-е годы. Вот тогда была советская власть. Но немножко по-другому. Она победила и гражданскую войну, и интервенцию, и гуэл-ру отстроила. А потом Сталин отменил ее. Почему? Потому что он не мог управлять. Вот эта система, она самоуправляемая, это истинная власть народа. Сталину это не понравилось. Он не мог контролировать поведение Советов. И он тогда ставил слово Советы, а вместо этого в Конституции 1936 года ввел власть КПСС. Дальше. А если это власть народа, народ же хочет двигаться в правильном направлении. А какое направление? И вот мы раньше такого тоже никогда не было, решили поставить, сформулировать цель. Какая цель? В предшествующие годы целью было деньги, достаток, благолучие, капитал или производительность труда, но везде экономический потенциал. А раз мы ввели человека и хозяин страны человек, то человеку что важно? Быть счастливым. Значит, тогда целью социогуманизма является счастье. И мы впервые предложили эту цель. Ее идею, кстати, подхватили сейчас даже целая ассоциация государств. Ввели праздник, по-моему, 20 марта, День счастья. Это мы предложили, от нас отошло. Но мы это, чтобы над нами тогда смеялись, назвали это качеством жизни. Но качество жизни и счастье это синонимы одно и то же. И так появляется цель. Но, чтобы не заболтали, подчеркиваю, мы впервые ввели, вот в отличие от капитализма, коммунизма, социогуманизма, социогуманизма, цель счастья. Теперь, чтобы мы вводим понятие, операциональная цель, это не просто дальний горизонт движения к счастью, а оно имеет конкретные количественные показатели, из чего состоит. И мы ввели еще достойную жизнь населения, индекс достойной жизни. Там есть и счастье, и ВВП, и уровень вложения в будущее, там из пяти блоков. И вот этот интегральный индекс, каждый год правительство отчитывается перед Верховным Советом о динамике этих показателей. Кстати, благодаря нашей работе, так, прошло 13 минут, введена поправка в Конституцию. правительство ежегодно отчитывается, нашу идею взяли, но выхолостили содержание. В результате не собираются, болтают обо всем, никакого отчета нет. А у нас будет четкий отчет по параметрам. Если смертность выросла сверх какого-то уровня, или инфляция выше какого-то показателя, автоматически правительство или виновный министр уходит в отставку. И появляется ответственность власти за достигнутые результаты. и появляется механизм контроля общества над властью, над эффективностью и безопасностью власти по динамике реальных показателей раз в год. Такого когда-то было где-то? Нет, не было. Следующее. Теперь экономика. Какая должна быть экономика? В социогуманизме, раз человек является мерилом всего, а, кстати, можно взять из религиозных текстов, вот христианство, это великое учение, где человек ставится наравне с Богом. Христос прямо обращается к землянам и говорит «станьте совершенны, как совершенен Отец Небесный». И в социогуманизме мерилом становится человек. Вот это в высоком смысле. А если человек становится мерилом, тогда он должен определять, какая должна быть экономика. И в экономике уже оценивается не только производительность труда, а интересы людей. А люди разные. Один хочет работать на государство, вот я как ученый, другой создает кооператив, а третий хочет иметь частное производство. И вот тогда в социогуманизме функционируют три вида собственности. Государственная, кооперативная, частная. Причем в каких пропорциях? И вот мы вводим хитро понятие конкуренция форм собственности или экономика здравого смысла, где пропорции определяют они, конкурируя между собой. Мы противника переиграем на его территории, где как мы говорим, рынок все рассудит, но на рынке должны быть не только частники, как сейчас, а формы собственности. И тогда государство выиграет участников электроэнергетики, ядерная промышленность, тяжелое машиностроение, металлургия, добыча нефти и газа. А вот в розженочной торговле государство проиграет. И вот тогда эти ниши формы собственности занимают исходя из реального вклада. И три механизма регулирования управления план, договора, вот купцы ударили по рукам, договорились, никаких бумажек не надо в кооперативах и рынок. Вот экономика здравого смысла. И, кстати, это первое экономическое чудо тоже было в 20-е годы. Вот в 20-е годы Ленин, он строил социогуманизм и поэтому остался непонятым, а вот для нас он провел эксперимент семилетний, что же нужно сейчас нам делать, в том числе и в экономике. Это экономика здравого смысла трехсекторная. Дальше, теперь социальная политика. И вот в социальной политике мы должны договориться. Равенство должно быть? Должно, но отчасти. Вот если я работаю плохо, а ты хорошо, и нам платить равную заработную плату несправедливо. И точно так же и с другой стороны. Мы тогда вводим понятие справедливое равенство и справедливое неравенство. И начинаем разбираться, где-то гарантировано вот всем от рождения в социогуманизме гарантированно бесплатно образование, здравоохранение. Вот что было в советские годы. А сверх того, чего не было в советские годы, ты можешь стать богаче в зависимости от твоего вклада в производительность труда. Дальше следующее. Вводится понятие социальная эргономика. Вот исходя из тех показателей, по которым отчитывается государство, значит, мы говорим, что власть должна быть эргономичной природе народа. И вот тогда у грузин социогуманизм будет отличаться от эскимосов. У эскимосов от негров, у негров от североамериканских Соединенных Штатах, потому что люди по-разному реагируют. И главный, единственный критерий – динамика показателей достойной жизни населения. Как бы мы говорим, вот гора, и нужно двигаться к вершине. Один идет по одному склону, другой по другому складу, и вот склон. И тогда вот социальная эргономика позволяет всем странам нащупывать адекватный природе этого народа путь. Дальше. И теперь еще в плане отношения к революции и международные отношения. Раз эту идеологию она всем понятна и приниматься будет совершенно однозначно, каждый народ своей страны становится хозяином. И тогда исчезнут основания для войн межчеловеческих международных отношений и отпадает, вот очень важно заканчиваю отношение к революциям. Революция – это смена качества, и без революции жить невозможно. Но до сих пор революции совершались вот как гнойник, гноится, 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 потом прорыв, кровь, насилие, а здесь у нас механизм контроля, когда революции не отменяются, но встраивается клапан, который измеряет давление, и по мере ухудшения показателей, которые ежегодно отчитываются, власть приходит к выводу, необходимо менять, потому что дальше люди не согласятся с тем, что есть, и в результате революции, они не отменяются, становятся бархатными. Вот основные принципы отличия социогуманизма от капитализма и коммунизма. Как это достичь? Как ввести социогуманизм? Мне всегда говорят, это фантазии, кто это примет, а я говорил, наша задача, нужно разделить задачи на две части. Первое, передовая научная теория, кстати, ленинские критерии революционной ситуации, низы не хотят, верхи не могут, крайнее обнищание масс, а теперь-то мы видим, что крайнее духовное неудовлетворение. Там было только материальное обнищание, а здесь мы видим, что взрывается сейчас от духовного неблагополучия, от раздражения. И четвертая компонента важнее, наличие передовой научной теории. И вот этой передовой научной теории нет. И в результате революции, даже можно написать статью упущенной революции. Первая революция была, когда, по-моему, в нулевых годах выбрал молдавский народ, коммунистическую партию Молдавии, во власть. Они взяли большинство и могли сделать все, что угодно, и президентом был Воронин, председатель компартии Молдовии. В результате через 4 года народ выгнал их пинком под зад. Почему? Потому что Воронин не знал, что делать. Вот вам революционная ситуация. Зюганов при выборах в конкуренции с Ельциным, он победил с небольшим отрывом. Но утром позвонил и сказал, что Борис Николаевич победил. Почему? А он не знал, что делать. Вот упущенная революция. Новороссия. Первые полтора месяца они могли сделать все, что угодно. Я думал, что это будет Парижская коммуна. Как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. Они обладали властью, но не знали, что построить, и получилось то, что построено. Вот сейчас последний пример Пригожин. Рванулся, и он мог элементарно взять Москву. И вот я, насколько мне известно, поехали туда к нему, и сказали, что мы сторонники, мы вам симпатизируем, но ты возьмешь Москву, а дальше что ты будешь делать? И до него дошло, что у него нет программы. И вот тогда то, что я сказал, значит, наша задача ученых разработать передовую научную теорию. А кто будет ее внедрять? Это вот опять из моих прогнозов. Я сказал, что в ближайшее время придут черные полковники. Вот, условно говоря, Пригожин пришел. На очереди белые полковники, но они должны знать, что делать. Иначе придут, к чертовой матери, разнесут страну, не имея программы. И вот тогда заканчивают чем? Что наш научный коллектив сформировал представление о новой формации, социогуманизм. И эту идею нужно сейчас донести до всех. И все с этим согласятся, потому что здесь в основе лежит желание людей управлять собой, чтобы мной никто не командовал. И вот тогда приходящие к власти белые полковники, они в состоянии повести за собой 90% населения на творческие и боевые подвиги, потому что есть ясное понимание, что строить, и главный критерий, ты сам народ хозяин, и жизнь должна быть той, которая удовлетворяет твоим интересам. Дорогие друзья, я вам очень коротко изложил результаты 25-летней работы большого коллектива ученых. Причем у нас метод назывался программно-целевой. Мы задавали цели, и вот наша программа решает многие важнейшие цели, с которыми справиться не можем. Вот в рамках этой системы коррупция становится невозможной. Все прозрачно. Появляется социальный лифт молодежи. Элементарно. Диктатура невозможна. Культ личности невозможен. Несправедливость невозможна. Развитие науки, образование, демография. Я занимаюсь главной демографией. Так вот, не рожают не потому, что нет денег, и не потому, что нет материнского капитала. Тоска безысходная. Живут в зоопарке, а люди хотят быть свободными. Мы даем свободу. Рождаемость взлетит, по данным НЭПа. Взлетела рождаемость. Фантастически за два года я открыл сверхбыстрые демографические реакции. Ты дай народу чувство свободы и справедливости. Жить захочется, рожать захочется, смертность обваливается многократно. В результате то, что мы предлагаем, это именно то, о чем мечтает человечество. И поэтому, дорогие мои, разумеется, масса вопросов, масса неясности. Обращайтесь к нам. Обращайтесь за советами. Более того, вот можно даже собрать небольшой коллектив. в новой формации президентов не будет. Там есть Высший народный совет. Но на первые два года вот я бы выбрал президента или коллектив президентов, там коллективный Дэн Сиопин. Почему на два года? Чтобы в течение первого года мы отстроили вот эту теоретическую модель, перевели в жизнь. И здесь масса вопросов, которые нужно будет уточнять, желательно вот этим коллективом. Это в течение года мы должны эту систему запустить. А второй год мы уходим, президента уже нет, и система работает без президента. Мы только выявляем замечания, ошибки, для того, чтобы она наиболее оптимально достигала тех ориентиров, которые мы с вами перечислили. И поэтому другого выхода нет ни у нас, ни у человечества. Поэтому давайте проведем обсуждение, если какие-то есть вопросы. Я подключу тех, кто еще остался живой из нашего коллектива, там две трети уже умерли, но мы же когда это начинали, для того, чтобы максимально ускорить приход, еще добавлю, Владимир Владимирович, он тяжело, болен, но не вечно же ему быть. И кто придет на смену, неизвестно кто, неизвестно с какой программой. Поэтому многократно актуальным является обращение к нашему опыту, нашего большого научного коллектива, для того, чтобы вот в ближайшее время приступить к формированию того желаемого образа, в котором всем нам радостно и счастливо будет жить. Дальше, вот конкретных механизмов перехода к тому, о чем мечтает человечество, несколько, несколько сценариев. Один из них наиболее адекватный, вот как сейчас складывается, это обращение к армии, к ФСБ, прокуратуре. А у меня были разговоры с представителем ФСБ, и там полно нормальных, трезвых людей. И вот один из ФСБ, полной полковник, он сказал, когда я проходил, выходил из кабинета, там по вопросам демографии с ними обсуждали, и стоит памятник Дзержинского. Я говорю, храните, он говорит, время придет. И фраза такая, мы держим страну, мы, говорит, мы держим страну, и не видим, в чьи руки ее передать. Много сценариев, но только при одном условии, что вы знаете, что строить. И это то, что обеспечит человеку свободу и счастье. И самое главное, то, что эта программа уже у нас есть, отдельно можно будет проговорить для с верующими, Христос-то хотел то же самое, кстати, можно будет провести цикл евангельских бесед. Христос хотел Царства Божия на земле, и вот социогуманизм, вот когда вы мне писали, я как мягкий атеист, вот клянусь вам, я всегда наши тексты сопоставлял, задавал себе вопрос, а Христос это бы одобрил? И вот все, что у нас перечислено, соответствует мечтам Иисуса Христа, изложенным в Евангелиях. И заканчиваю фразой, обращаясь к злым виноградарям, виноградник – это страна, государство, злые виноградари – это власть, которые убили сына, которого он послал туда. И он обращается к ним и говорит, «И отнято от вас будет Царство Божие, и передано народу, приносящему плоды его». И вот тогда это не наша инициатива, а это мечта Иисуса Христа, который, кстати, живой, он между нами. И заканчиваю фразой из стихотворения Блока, как раз бушующий 18-й год, ветер, и идут матросы с сапогами стуча по брусчатке, и в белом венчике изрос впереди Иисус Христос. Так вот, мы начинаем дело, которое соответствует замыслу Иисуса Христа, Царства Божия на земле. Самое незначительное действие способно изменить будущее. Ты это точно знаешь? Я знаю, как все устроено.